СТО! 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 МОДАСЬ ПОКО! СТО! Выпуска! Едим ТВ с вами! Едим ТВ! Выпуск номер сто! Едим ТВ! Оставайтесь с нами! Едим ТВ! Едим ТВ! Всем привет! Это Едим ТВ! И сегодня у нас сотый выпуск! И поэтому мы решили в очередной раз вспомнить Сашу, приготовить рецепт, который он нам завещал, и лазанью сделать. Вы помните, лазанья была первым рецептом, когда мы готовили два года назад. Ты где-то еще не родилась, а я был еще маленький. Начнем мы, конечно же, с того, что сделаем пасту. Муки твердых сортов, пожалуй, добавим немного. Похоже на манку. Похоже, но не на манку. И туда ты разбей два сначала яйца, потом, если будет слишком нас туго, то добавим третье. А я начну лук резать. В прошлый раз мы готовили лазанью болонезе. В этот раз мы готовим лазанью с семгой, шпинатом, сливочным сыром. Я, кстати, не знаю, изобрел ли Саша этот рецепт или вычитал где-то. Скорее всего, вычитал. Ему священная индийская корова подсказала. Да это было до еще. Я даже думаю, нам третье яйцо не понадобится. Может быть, если что, воды чуть добавим. А нужно два? Ну, вообще считается, что на 100 граммов муки твердых сортов добавляется одно яйцо. Но это зависит от размера яйца, конечно. У нас маленькие яйца. У меня вообще их нет, так что. Это, в общем, довольно простой рецепт. И самое сложное, что вообще в нем есть, это непосредственно вот это вот. Замешать тесто. Да, сделать пласты лазаней. У меня получился настоящий колобок. Колобок, колобок. Давай вымешивай нормально, ты еще не вымесила. Али, какой он. Привет, Евграф. Узнакомимся. Здравствуйте. Мне кажется, вы еще не вымешаны достаточно. Поэтому я с вами разговаривать не буду. На! О, нет, только не мой колобок. Я думаю, что хватит нам лука, мне надоело его резать. Поэтому я думаю, все. Хотите еще смешную историю с дотой? Давай, дотой с дотой. Когда начинаешь говорить громкую связь, обязательно, в каждой игре она идет, человек говорит, эээ, баба, ты что, баба? Я говорю, ты что, школьник или баба? Ты школьник или баба? И сразу вот, каждую игру, если скажешь что-нибудь с микрофона. Поэтому я молчу. Пока Ксюша рассказывает про доту, я... Я уже все закончила. Я натираю лимонную цедру. Она пойдет потом к луку, и мы все это будем обжаривать. Весело и вкусно. Макдональдс. Я натер. Я помню, Саша делал так. Ну-ка. Он говорит, о, хорошо, замешал, молодец. Не, мне не нравится внутри все равно. Оно сухое, оно должно быть такое. Мы потом вам расскажем, это же паста, это не на пирожки же. Тесто отправляется отдыхать. Теперь мы что подделаем? Мы потушим лук. Теперь лимон очень красивый стал, он похож на планету. Да. Добавляем в сковородку нарезанный лук, обжариваем его, и дальше будем тушить. И сразу можно туда же добавить лимонную цедру. Немного посолить. И добавляем белого вина. Попозже добавим чесночок, потому что чеснок моментально готовится. Пока тушится лук и режется чеснок, я нарежу мелкими кусочками семгу. С семгой делать больше ничего не надо, она прям так и пойдет к нам в лазанью. Знаешь, чем отличается семга от лосося? Должна знать. Нет, я вообще думала, что это одно и то же. Правильно, ничем. Вообще нет, не совсем, не совсем. Любая семга это лосось, но не любой лосось это семга. Я больше люблю озерную красную рыбу. Меня папа вылавливает и приносит домой. Какую, например? Фары. Она вкуснее, она не такая жирная, она клевая. Вообще даже жирная рыба, типа лосося, она много раз менее жирная, чем мясо. Давай добавим чеснок. Лук у нас дотушился, мы его скидываем в мисочку. Туда же отправляется семга и каперсы. Ксюша. Каперсы. Каперсы. Не любишь? Что еще? Семга. Семгу не любишь тоже. Это просто смешать, это мы будем добавлять уже в лазанье. Да? Пока суть до дела, конечно. Это будет вместо мяса, у нас же уже с рыбой. Мы берем сливочный сыр и смешиваем его со шпинатом. А это зачем? Мы будем все это смешивать в итоге по слоям. Так, а каперсы это Саша посоветовал опять, да? Каперсы это Саша посоветовал. Любитель каперсы. Классно выглядит? Классно выглядит. Красивый цвет. Вообще отличный цвет, салатовый. Очень модный в этом сезоне. Пришло время раскатывать тесто. Мы это уже делали и как бы все должны знать как это делается, но на всякий случай проделаем это еще разок. Засовывай и я буду крутить. Засовываю. Они толстые? Это первый проход. Так, вот мы прокатали, сложили ее в два раза. Немножечко уменьшили щель. Это у нас была толстая щель, сейчас потоньше. И высовывай. Всовывай и высовывай. И снова пополам. И снова уменьшили щель. И так раза три-четыре. До минимальной толщины мы это сделаем. Чем тоньше, тем соответственно оно больше по размеру. Чем больше у нас получится пасты. Паста спрессована. Ей! Самое трудное, что было у меня на Эдим ТВ. Теперь мы режем на примерно равные кусочки. И разрешиваем на палочки. И немножечко пусть подсохнет наше лазонное дерево. Уже остальные палочки встыкать не обязательно. Ты пока знаешь, что сделай? Натри сыр. Особенно оба. Не любишь тереть? Вон у тебя большая тарелка. Дома не натерлась. Пришло время отварить пасту. Для этого мы вскипятили воду. Добавим туда соли щедро. Морской? Ну морской, не морской, все равно. Слезы русалок. И можно скидывать наши подсохшие листы. Застыли. Поскольку это хоум-мейд паста, она готовится очень быстро. Буквально минутку. Мы подготовили холодную воду уже. Чтобы сразу пасту вытащить и перестала она готовиться. По идее, теоретически, вообще можно было не варить, но я не стал рисковать. Ну, я думаю, что достаточно. Вытаскиваем по одной. Да нет, они уже там схватились, самое главное. Как белье кипятим. Ох, тепленькая такая. И после того, как паста отварена, пришла пора выкладывать. Бери семгу и шпинат. Я лучше тебя знаю, что надо брать. Я думаю, что половина нам как раз. Половина того, половина другого. Дальше отделяем, еще по половине сверху накрываем. И вот оно готово. Мы, между прочим, не солили семгу, потому что у нас, во-первых, солноватый сыр. Кому надо сами посолить. Ну, в принципе, да. Лучше не досолить, чем пересолить, как известно. И вообще она абсолютно нормально без дополнительной соли работает. Теперь добавляем. Так, давай разглаживай. Еще вот ты давай. Еще ложечку. Еще. Вот сюда вот разглаживай. Слой семги, слой сливочного сыра со шпинатом. А такой сыр надо? Нет, такой сыр не надо. Этот в конце, это после того, как мы ее приготовим, мы уже на тарелку будем делать. Снова кладем всю уже оставшуюся семгу и, соответственно, весь оставшийся со шпинатом. Вместо бешамеля мы используем сливочный сыр со шпинатом. И сверху накрываем еще оставшимися листьями лазаньи. И вываливаем туда сыр моцарелла. Этот сыр как раз подпечется и будет замечательным. После того, как мы собрали лазанью, мы отправляем ее в духовку на полчаса на температуре 150 градусов. Ждем. И лазанья готова. Ну что, а где твоя шапка, чувак? Ну, приступим, едим. Приступим. Ну, примерно то, что я ожидала по вкусу, то есть. Лазанья с лососями. Да, сыр, рыба, шпинат. Ну да. Вкусно. Вкусно. Даже очень вкусно. Даже Саша придумал. Ни кто-нибудь. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, Фейсбуке, на наш канал на Ютьюбе, на наш Инстаграм, а еще подписывайтесь на группу наших друзей Кугуд. Всего хорошего. Ну что, Ксюша, лазанья готова? Да, Евграф, готова. Можно есть? Нет. Можно есть. Я толстый, поэтому я люблю есть. Евграф, что ты делаешь? Ты испортишь там передачку. Мне все равно. Сейчас скажешь, что я лысый. Я лысый? Нет, Евграф, и тебя я сыну.